Здравствуйте! В эфире Таганрогская телевизионная сеть. Вы смотрите очередной выпуск программы обо всем понемногу. С вами я, ее автор и ведущий Евгений Тагарян. В январе 1944 года, ровно 80 лет назад, совершил свой последний боевой вылет наш земляк, герой Советского Союза, капитан Анатолий Ломакин. В преддверии празднования Дня Победы о его короткой, но яркой жизни вспоминаем вместе со старшим научным сотрудником музея-заповедника Валентиной Ратник. Анатолий Ломакин, летчик-истребитель, ас воздушного боя, занял достойное место среди летчиков в небе Ленинграда. Так было сказано в листовке, которая была выпущена политуправлением Краснознаменного Балтийского флота. Анатолий Георгиевич Ломакин родился 9 апреля 1921 года в городе Таганроге. Он учился в школе номер 3, сегодня школа номер 8. Закончив ее, поступил в фабрично-заводское училище, занимался в аэроклубе, как все мальчишки предвоенной поры, мечтал о небе. И в 1940 году мечта Анатолия Ломакина сбылась. Он поступил в гейское летное училище. Когда началась Великая Отечественная война, Анатолий пишет письмо домой, где были следующие слова. Так хочется на фронт, чтобы не просто бить фашистов, а как можно быстрее добить его в его логове. Анатолий Ломакин закончил училище зимой 1941-1942 года и прибыл на Балтику в самое трудное для Ленинграда время. В январе 1942 года. И сразу же первый бой. Анатолий вспоминал, что в первом бою он увидел, что на командира пошли сразу два немецких самолета. И он бросился спасать командира. Командира он спас, но немецкий ас достал своей полеметной очередью и самолет Ломакина. И, можно сказать, на честном слове, Ломакин дотянул до своего аэродрома. Позже он скажет, что героизма на фронте мало. Надо еще иметь и опыт. Анатолий Георгиевич Ломакин летал на самолете Ил-16. Второго октября 1942 года Анатолий Ломакин сбил свой первый самолет. И немного позже он был награжден орденом Ленина. А уже в 1943 году младший лейтенант Ломакин награждается орденом Красного Знамени. Через полгода на счету у Анатолия Ломакина было три сбитых фашистских самолета, им самим, единолично не считая, сбитых самолетов в группе. И в 1943 году нагрудила Ломакина второй орден Красного Знамени. 22 января 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Герой Советского Союза. Анатолий знал об этом, но, к сожалению, звезду героя получить не успел. 25 января 1944 года в свой последний бой Анатолий Ломакин ушел героем Советского Союза. И в этом бою самолет Анатолия Ломакина был подбит и, к сожалению, герой погиб. Это случилось недалеко от села Кикерина в Ленинградской области. Ломакин Анатолий Георгиевич человек, можно сказать, легенда. В свои неполные 23 года капитаном Ломакином на своем Ил-16 совершено более 500 вылетов. Им было подбито около 30 самолетов. 9 из них было подбито лично, остальные в группе. Капитан Ломакин был командиром эскадрильи. И сюда, в Таганрог, приходили письма о том, что он, хотя очень молодой еще человек, был ответственен за тех, кто воевал рядом с ним. И сегодня в Таганроге помнят, чтят память Анатолия Ломакина. В 1965 году была открыта мемориальная доска на доме, где жил Анатолий Ломакин. В городе есть улица, носящая имя Ломакина. Ему установлен бюст в сквере напротив школы, которая носит имя Анатолия Ломакина. 6 апреля на своей домашней арене футболисты Таганрогского форта принимали ялтинский рубин. О том, как завершилась эта встреча, я вам сегодня расскажу. 6 апреля футболисты Таганрога на форте арене принимали дебютанта второй лиги ялтинский рубин, который стартовал в первенстве так же, как и форте с победой, обыграл на своем поле камень-шахтинский строитель со счетом 3-0. Нужно сказать, что дебютант оказался не из робкого десятка и без разведки пошел вперед, создавая опасные моменты у ворот хозяев поля. Тактика постоянного давления принесла результат. Уже на восьмой минуте после подачи углового защитник форте выбил мяч из предела в шарфной площади, но атака гостей продолжилась вторым темпом. Сергей Шестаков снова навесил мяч в шарфную площадку, Александр Егоров головой отправил его на угол вратарской, а капитан Рубина Георгий Санакоев красивым ударом через себя отправил мяч в ворота хозяев поля. Это просто гениально! Как он правил! Кости продолжали атаковать и в конце первого тайма могли удвоить счет, но Георгий Королев спас свои ворота. Во втором тайме таганрожцы имели несколько возможностей сравнять счет, но нашим нападающим не хватило точности при завершении атак. Итак, неожиданное досадное поражение в домашней встрече от дебютанта первой группы. Уверен, что этот матч даст тренерскому штабу во главе с Эдуардом Саркисовым пищу для размышлений и поможет разобраться в причинах такого беззубого выступления команды. Ведь такая игра совершенно не соответствует тем задачам, которые стоят перед Форте в этом сезоне. 12 апреля 1961 года мир узнал имя первого космонавта планеты, советского летчика Юрия Гагарина. Я решил узнать, помнят ли об этом жители нашего города и провел экспресс-опрос. Скажите, пожалуйста, какой праздник в нашей стране отмечается 12 апреля? 12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. А чему он посвящен? Посвящен полету нашего первого космонавта в космос. А звали его? Юрий Гагарин. Не знаю. 1 апреля я знаю, да. А 12-е? Не знаю. Ну я тогда немножко вопрос уточню. 12 апреля 1961 года. Гагарин полетел в космос? Ну вот, а говорите, что не знаете. Сомневаюсь. День космонавтики. А кто у нас был первым космонавтом? Юрий Алексеевич Гагарин. Я где-то шанс не был. 90 апреля я не знаю. А если я уточню, 12 апреля 1961 года. А, День космонавтики. А благодаря кому этот праздник появился? Королеву. И еще кому? Юрию Гагарину. День космонавтики. День космонавтики. Правильно. А кто у нас был первым космонавтом? Гагарин. Ну так это же Гагарина полет в космос. То есть это день? Космонавтики. А кого из космонавтов вы еще помните фамилии? Кого? Леонов был потом. У нас в Таганроге даже был какой-то космонавт. Не могу сказать. Знаю, что есть. Знаю даже, где он живет. Но не знаю фамилию. Не помню. Не помню. Керешкова. Все. Больше не помню. Евгений Леонов. Помню. Так. Первая женщина. Первая женщина. Валентина Терешкова. Да. И. Сейчас. Секунду. Я не вспомню. Но был человек, которого изначально выбрали. А потом поменял Королев на Гагарина. Я не помню его имени. А кто дублером был и вторым космонавтом после Юрия Гагарина? Вторым космонавтом? Вот этого я уже, наверное, не вспомню. Герман Титов. Вот, я помню, что Герман зовут, а фамилия не помню. Терешкова, Титов, Комаров. Сейчас. Как бы и знал больше, но не могу сейчас вспомнить. Быковский, Николаев, Леонов, да? Да, Быковский, да, Леонов, да, да, да. Леонов, Титов. И больше ничего не вспомнил. А первая женщина? Ну, Дерешкова, Валентина. Да. Потом вот американка была, ней наша, русская была. Ну, и наша, советская. Советская, да. Ну, всех первых, конечно, в основном. Это Титов, Попович, Терешкова, Николаев, Севастьянов, Егоров, Волков, Береговой, генерал такой, красавец был. Ну, в общем, много. Егоров доктор, по-моему, был. Фектистов. Фектистов доктор был. Скажите, пожалуйста, а вот сегодня вы знаете имена космонавтов, новых, тех, которые сегодня летают? Нет, нет, нет. Как-то это стало очень таким потоковым, уже значение такое, уже повседневности какое-то приобрело. Поэтому фамилии первых, да, некоторых первых еще знаем, а современных нет. Нет, честно, не знаю, не смотрел, не следил за этим, как-то не попадалось на глаза. Это стало уже обычным, ну, полетел человек в космос и полетел. Я просто помню одну школу, где в его честь называли современного космонавта, но, к сожалению, я, опять же, имен не вспомню. А скажите, а почему сейчас, вот, раньше, вот, старшие поколения знали всех, кто летал в космос практически, вот, поименно, почему сегодня мы не знаем имен? Ну, не знаем или не помним? Не знаю, возможно, многим людям уже не кажется, что полет в космос, это, ну, все равно это великое событие, на самом-то деле, но сейчас уже полет, много кто летал в космос, типа, и шаттлы, которые без пилотов, и шаттлы, которые с пилотами, ну, с космонавтами, точнее, с астронавтами. Теперь для нас уже это как будто обыденностью в новостях стало. А тогда каждое такое событие было реально гигантским праздником, гигантским событием для каждого. Вот, ну, я думаю, так. Сейчас мы уже просто не удивляемся такими вещами, скорее всего. Вот если какой-то человек на Марс отправится, тогда вся планета, как бы, Гарина его будет считать. Я думаю, что полеты в космос, это стали гораздо более частым явлением. И тоже люди перестали этому удивляться. Знают, ну, конечно, уже оно, как бы сказать, стало более обычным таким делом, поэтому особо люди уже от этого не радуются, не ликуют. Но, тем не менее, ну, и я, как бы, хотел даже, может быть, ну, это не в замечании, а в плане того, что не особо сейчас об этом и говорят, даже тоже телевидение. То есть это стало обыденным делом? Да, обыденным делом. Мы уже так, ну, не так часто информируются, вот, население нашей страны, поэтому, как говорится, такое восприятие. Ну, мы смотрим кадры, по телевидению показывали, вот, недавний полет на МКС, тоже с американкой. Мы смотрим, ну, это уже, как, знаете, вот обыденное дело. Такого восторга уже не испытываешь. Просто мы, как факт, да, замечательно, значит, мы продвигаемся вперед, значит, все у нас в этой области, слава Богу, хорошо. Был восторг, когда наша артистка полетела, это вообще. Потом кино там сняли, смотрели кино. У меня, например, такого восторга не было. Все равно. Был. Ну, тем не менее, да. Молодец, смелая женщина, сильная. Оставила своих деточек, написала завещание на всякий случай. И полетела, да? И полетела, да. Конечно, это было... Ну, для нее это неизвестность, да. Хотя и готовили, но тем не менее, это же не профессиональные космонавты, которые... Ну, там, я думаю, подстраховка хорошая была. И пропагандируют почему-то это все так сильно. Показали только, как они там в выборах принимали участие. И больше я их не видела. Да. Вот все трагические эти события были. И ни разу их не показали по телевидению. Ну, а может быть потому, что это уже стало повседневным делом. Это уже не первые, это уже не такой вот восторг вызывающие, постоянно летающие на работу, да? Ну, может быть, но все равно в душе радость-то есть. Что наши там... И гордость за них все-таки есть. Отважные люди уже некоторые несколько раз были в космосе. И столько времени там... Год уже, по-моему... Год и больше, да, летали. И сейчас, по-моему, из Белоруссии женщина летает, мне кажется. Я могу ошибаться. Точно, 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 да. Ну, дело в том, что просто уже как-то действительно... Да, как на работу ездят туда, летают. Поэтому фамилия так уже и не запоминают. И вот фильм, который создали, вызов, прям замечательный, нам очень понравился. Вы, конечно, сами не помните этого события. Но, может быть, вам кто-то рассказывал, там, бабушки, дедушки, родители, они не рассказывали, как это воспринимал народ? Народ это воспринимал воодушевленно, очень радостно. Это даже было больше, чем демонстрации, которые проходили раньше в нашей стране. Но это было ликование. Это была победа, потому что это был первый в мире космонавт. Ну, скорее всего, воспринимали как что-то необычное. Потому что космос в данный момент даже, мы возьмем сейчас наше время, это все равно необычно, это не до конца изучено, не до конца исследовано. Поэтому, кажется, это был какой-то восторг, прорыв в науке, то, что человек полетел в космос. Ну, я помню просто, что мне бабушка рассказывала, что там были парады во многих городах, где Гагарина провозили на центральных площадях, и вовсе чествовали как героя. Восприняли его, конечно, не то что с радостью, а с ликованием. Ну, а что они испытали, это, конечно, хорошо бы у них спросить. Но я думаю, восторг, восторг, огромная радость. В 61-м году мы кричали в школе «Ура!» бегали. Ну, с восторгом, с восторгом. И именно так, радовались. Вот просто мы, школьники, взрослые, это было настолько неожиданно. До этого ничего не слышно, ведь тогда не распространялись, как сейчас. Там запуск ракеты такого-то числа. Тогда этого не было. Все тихо-тихо, и вдруг человек полетел. Не полетел, а уже все. Ну, в космосе. Поэтому это... Ночью выходили, смотрели, что там летит. Не увидим ли Гагарина. Смотрели на небо. Был же не только Гагарин. Нет, ну тогда только один. И, да, Гагарин, у нас спутник был. Мы выходили ночью, стали, видели этот спутник. Восторг был такой, что-то, как будто бы родственник что-то такое доброе сделал. Или медаль получил, или героя дали. Вот такое было чувство. Да. За нас, за Родину. Гордость. Гордость такая была. За Родину, за ученых, за знания. Что вы сделали такое, чтобы полетели. Я в пейнерлагере была. Это было что-то, когда уже отмечали мы там какой-то праздник летом. И отмечали праздник именно связанный с Днем космонавтики. Это вообще, это дети, восторг, костер. Ну, шикарно. А вот в этот день где вы были, когда узнали, что полетел Гагарин в космос? Наверное, в школе. Да, в школе. В школе. Я был как раз в восьмом классе. А я во втором. В школе, да. Конечно, в школе. В школе линейка была. Ну, я точно уже не помню, но очень было торжественно. Восторгно. Да. Скажите, а вот в целом для нашей страны, для Советского Союза, что эта победа означала? Эта победа означала то, что мы были впереди почти во всех вопросах, которые были связаны с нашей международной безопасностью и с восстановлением нашей страны. Величие нашего Союза, который у нас был. С прорывом, прорывом в науке и технике. До нас же никто туда еще не летал. Так. Поэтому, мне кажется, это было что-то сильное. Ну, имею в виду того, что никто этого не делал. Мы смогли. У нас это получилось. Причем получилось благополучно. Как-то так. Ну, и поскольку мы соревновались с кем? С Америкой. Да. То что это было? Война. Нет, это была победа, конечно. Абсолютная, стопроцентная была победа. Как минимум, очень большим скачком технологий и послужило доказательством западным странам, а также всем людям, которые были против СССР, о том, что у них небольшое технологическое превосходство. Ну, не то, что небольшое, а гигантское даже. И спутник мы первый запустили, и первого человека в космос, и собачку первую даже в космос, белку и стрелку, и звездочку, я не помню, как ее звали, вот, тоже. Короче, это все поняли, что в СССР большой скачок технологий. Ну, это победа была мировая, можно сказать. Победа всего мира, но во главе нашей страны. Ну, что мы первые были. Ну, это прорыв был. Ведь это же технологии другие, и все. Соревнования с Америкой были. Для всего мира это была неожиданность. И по всему миру его встречали, во-первых, сам факт полета, а потом Гагарина. Везде с восторгом. Это было вообще, вот, показывают кинокадры. Для нас и сейчас это подвиг. Как его встречали, да. Подвиг. Да. Самый лучший, самый... И большой праздник радостный. Прорыв, прорыв. Первый. 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 Первый человек в космос полетел. Поэтому это гордость за страну. За Королева, за его достижения, за Целковского, за всех. Бордость была. А теперь давайте вернемся в тот самый день, 12 апреля, далекого уже 1961 года, и вспомним, как это было. А я поздравляю вас с Днем космонавтики и прощаюсь ровно на неделю. Будьте здоровы. До свидания. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов. Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Ключ на старт, есть протяжка один, есть протяжка, продувка, продувка, есть продувка, ключ на дренаж, есть дренаж. Петер, я в зале один, зажигание. Валерла, сдается зажигание. Продолжение следует... Продолжение следует... Желаю вам доброго полета. Поехали. 12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени впервые землянин совершил полет в космос. Воплотилась мечта всего человечества. Юрию Гагарину было 27 лет. Земля, я космонавт. Все работает нормально. Все работает нормально. Программ полет. На корабле «Восток» он сделал один виток вокруг Земли. Полет длился 108 минут. До него еще никто и никогда не видел нашу планету из космоса с высоты 300 километров. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. ТАСС о первом в мире полете человека в космосе. ТАСС о первом в мире полете человека в космосе. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил Сын земли и звезд не были, просто людям свет, когда он понес Он сказал, поехали, он взмахнул рукой Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей Знаете, каким он парнем был, как на лет он с клюшкой выходил Как он песни пел, весел и смел, как азартно жить хотел Он сказал, поехали, он взмахнул рукой Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей Знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь идет на космодром Говори, поехали и живой звездой Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей Словно вдоль по Питерской, Питерской, пронесся над землей Субтитры создавал DimaTorzok